Приветствую вас, дорогие друзья, гости моего канала «Цветочный сад у Аленушки». Тема сегодняшнего видео «Как вылечить питунья от мучнистой росы». Питунья очень красивый, яркий, долгоцветущий цветок. Эти растения отлично подходят как для выращивания в открытом грунте, так и для выращивания в различных вазонах, кашпо, горшках. При небольшом уходе, своевременных подкормках, питунья способна нас радовать своим цветением с начала лета и до поздней осени. Но, несмотря на свою неприхотливость, этот цветок мы можем заметить, что иногда поражается болезнями. И одна из самых опасных болезней для питунья – это, конечно же, мучнистая роса. Я думаю, многие сталкивались с этой болезнью. Мы видим, что грибок напоминает нам налет из белого порошка и отчетливо можно увидеть на зеленых листьях питунья. Споры грибка быстро распространяются по надземным побегам, листве, бутонам. И как только созревают эти споры, они выделяют капли жидкости, за что болезнь не получила название – мучнистая роса. Этот грибок очень агрессивно ведет себя. Он высасывает сок, переходя с одного цветка на другой. Молодая листва вырастает хилой. Мы видим, что растение начинает вянуть, погибать, скручивается. То есть оно не развивается, может остановиться в росте совсем. Если мы не будем лечить питунью, она потеряет привлекательность и просто-напросто потом погибнет. Почему появляется такой грибок? Сейчас у нас в нашем регионе Курской области уже идут недели, не переставая дожди. Неумеренное переувлажнение грунта ведет к такому заболеванию. Также понижение температуры до плюс 15 и ниже, что и было у нас в такой погоде в нашем регионе. Вот мы и получаем результат низкой температуры, влажности воздуха, обильные дожди. И наша питунья просто-напросто заболела. Как же бороться с этой болезнью? Чем обработать? Это первая задача сейчас стоит на данный момент. Сейчас питунья цветут очень пышно. И среди такой массы можно не заметить на начальной стадии такой недуг. Но надо обязательно на данный момент, особенно когда такая погода, стоит осматривать растения, приподнимать побеги, смотреть внутрь куста. И если мы заметили, уже какие-то листья повреждены, есть белесый налет, то незамедлительно надо принимать меры. Потому что всего за два дня болезнь может поразить все растение. А если с лечением опоздать, то и красоты такой мы больше не увидим. Итак, применять можно как народные средства, так и фунгициды. Сегодня я буду применять народные средства для лечения питунья. Какое средство лучше выбрать для того, чтобы обработать питунью, конечно, надо судить по самому растению. Если заболевание распространилось широко, то народные средства тут уже не помогут. И необходимо применять фунгицидные средства. Но на внешний вид, на своих питуньях, я больших таких очагов поражений в четыре раза не нахожу. Поэтому пока что буду применять народные средства. Сегодня я буду применять пищевую соду. Две столовые ложки на один литр воды. Разводим и тщательно приподнимаем растения и опрыскиваем и по поверхности грунта. И сами растения, цветы не повреждаются. С уверенностью могу сказать. Заниматься лечением питуньи в вечернее время лучше. Безветренную сухую погоду. Много народных средств для того, чтобы спасти питунью на начальной стадии от мучнистой росы. Кто-то применяет горчичный порошок. Некоторые содоводы пользуются сыворкой кисломолочной. Вместо пищевой соды можно применять кальцинированную соду, марганцовку. Лечить медным купоросом. Но если вам не помогают народные средства, надо незамедлительно обработать фунгицидами. Их тоже очень много. Широко известны в борьбе с мучнистой росой. Такие препараты как топаз, скор, фундазол. Но не будем останавливаться определенно на каком-то препарате. Сейчас очень много производителей предлагают нам препаратов. И это уже надо смотреть на своем опыте. Какой препарат лучше действует на петунию. Лучшее средство для борьбы с мучнистой росой это, конечно же, профилактика заболевания. Но если не придерживаться элементарных правил в уходе за растениями, то и растения с генетическим иммунитетом они не устоят перед болезнями. Поэтому прежде всего постарайтесь обеспечить растениям должный уход. Поливайте петунию только после того, как убедились, что земляной ком достаточно сухой, но не пересохшей. Используйте лучше теплую, отстоявшуюся воду для полива растений. Во время подкормки петунии соблюдайте пропорции, не увлекайтесь удобрениями на основе азота. Нам азот нужен для того, чтобы изначально наросла хорошая вегетативная масса. А далее отдавайте предпочтение калийно-фосфорным смесям. Они способствуют развитию иммунитета петунии. Ежедневно проводите осмотр посадок своих растений. Если соблюдать все эти нехитрые правила, можно подарить растениям долгую жизнь. О себе, конечно, радость от положительных результатов своего труда. Лучше предупредить болезнь, чем потом бороться с ней. Опытные садоводы знают, что большинство болезней развиваются на растениях по причине недостаточного ухода. Будьте внимательны к своим посадкам, уделите совсем немного времени для ежедневного осмотра растений, и они отблагодарят вас своим пышным цветением, став истинным украшением вашего приусадебного участка. Продолжение следует...